Здравствуйте! В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Нина Батарева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Донор в переводе с латинского значит «дарить». Сегодня 62 кандалакшанина пожертвовали своей кровью ради спасения чьей-то жизни. В нашем городе снова прошла акция «Стань донором». На этот раз её приурочили к Национальному дню донора. В нашей стране его отметят 20 апреля. Сотрудники областной станции переливания крови теперь приезжают в наш город с завидной регулярностью. Это уже шестая по счёту акция «Стань донором». Впрочем, желающих поучаствовать в ней меньше не становится. Наоборот, в коридоре на седьмом этаже ЦРБ было не протолкнуться. Желание помочь незнакомым людям поделиться своей кровью выразили люди разных возрастов. Для многих из них донорство впоследствии становится не просто необходимостью, а стилем жизни. «Всё хорошо, много человек сдают, всем нравится, все хотят помочь. И в Полярзарях, и здесь». «Прежде всего, это вам нужно. Когда вы попадёте куда-нибудь, вам понадобится кровь. Вы же куда будете обращаться. Вот от нас всё и идёт». По предварительной записи на донацию пришло 69 человек. Семеро получили отвод из-за повышенного давления или низкого гемоглобина. Сдать кровь они смогут в следующий раз. Остальные, получив положительное заключение медиков, сдали почти 32 литра крови. Изменения в законодательстве, ужесточающие ответственность граждан за уклонение от воинской службы, сделали своё дело. Молодых людей, избегающих встречи с военкомом, становится всё меньше. Такое мнение было озвучено сегодня в ходе пресс-конференции с представителями военного комиссариата по Кандалакшскому району и городу Полярной Зори. Служба в армии – это обязанность, которая распространяется на всех жителей страны мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. К тем, кто игнорирует повести из военкомата, закон суров – судимость и штраф. В период осенней кампании по Кандалакшскому району два человека было передано в следственный комитет. В отношении одного, не будем фамилии называть, естественно, одного состоялось решение суда, где определено наказание в виде штрафа 30 тысяч. Второй товарищ деятельно раскаивался. Как отмечает Владимир Бешейко, среди тех, кто приходит на призывной пункт, становится всё больше ребят, стремящихся попасть в ряды вооружённых сил. Но есть и те, кто годами скрывается. Тянет время, ждёт, когда исполнится 27, чтобы явиться за получением военного билета. Но не тут-то было. Теперь вместо красной книжицы уклонистам вручают справку, где жирным шрифтом написано – гражданин не проходил службу в армии, не имея при этом законных оснований. С таким документом устроиться на работу на государственную или муниципальную службу будет невозможно. Среди позитивных сдвигов в работе военного комиссариата собравшиеся отметили несколько моментов. План по осеннему призыву выполнен на 100%. Не должно быть проблем и в ходе этой весенней призывной кампании. Уровень годности кандалакшских призывников к службе в армии – самый высокий в регионе. У кандалакшских рукодельниц появится возможность пообщаться, обменяться знаниями и материалами, принять участие в мастер-классах и просто отлично провести время. Центральная библиотека приглашает всех творческих и активных на День хомяка. У каждой рукодельницы обычно дома хранятся несметные богатства. Обрезки ткани из различных материалов, бусинки и пуговички, блёстки и ниточки, а также многое-многое другое. Порой мастерицы не знают, как бы всё это использовать, а выкинуть рука не поднимается. Помочь решить эту проблему всем и сразу решили организаторы встречи «День хомяка». Она пройдёт в Центральной библиотеке на Первомайской, 51. Здесь можно будет обменяться подобными сокровищами с другими мастерицами. Что-то подарить, а что-то и для себя присмотреть. Кстати, и своё название встреча получила не случайно. Хомяк, он в щёки себе запасает очень много, в свою норку всё тащит. И вот рукодельница тоже такие хомячки. Где-то увидела бусинку, сразу себе потащила, сразу себе взяла полные карманы этих бусинок, полные, и потом не зная, что с этим делать, а хочется, чтобы, может быть, это пользу людям принесло. Я думаю, что принесёт. Кроме обмена материалами, на встрече можно будет стать участником мастер-классов по изготовлению куклы-перевёртыша, георгиевской броши в технике Кусудама, а также пасхальных открыток в различных техниках. Ну и, конечно, это отличная возможность пообщаться с творческими людьми, обсудить последние новости. Мероприятие будет проходить в Центральной библиотеке 10 апреля с 12 до 18 часов. Беломорская популяция гренландского тюленя сократится в течение следующих 5-7 лет из-за активного таяния льдов. Такое опасение выразили специалисты Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии. Как поясняют учёные, популяция гренландского тюленя, для которых Белое море служит яслями, по-прежнему находится под угрозой. И это несмотря на то, что ряд негативных факторов удалось свести на нет. В частности, решён вопрос с прохождением судов вблизи мест отдыха и обитания тюленей. Их капитаны стараются обходить. Но вот повлиять на таяние льдов специалисты Пинро не в силах. По прогнозам учёных, гибель детёнышей тюленей в этом году будет меньше, чем в прошлом. Однако, через 5-7 лет, когда это поколение достигнет репродуктивного возраста и число самок будет сокращено, произойдёт снижение популяции. Согласно расчётам, численность беломорской популяции гренландского тюленя в настоящее время составляет примерно 1,4 миллиона особей. Болеем за наших ребят. Уже в эту субботу вокальный дуэт из Кандалакши Виктор и Демьян Шумковы выступят во втором туре всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Состязание исполнителей проводит телеканал «Звезда». За победу в конкурсе поборются вокалисты из всех регионов страны. Мурманскую область представляют Кандалакшани Виктор и Демьян Шумковы. Напомним, что во второй тур заполярные певцы прошли с максимальным количеством баллов. Тогда выступление наших земляков оценивало профессиональное жюри. Теперь перед ребятами стоит задача посложнее – обаять и понравиться телезрителям. По результатам судейских оценок и СМС-голосования россиян будут отобраны 12 финалистов проекта. Победителем будет признан тот регион, чей исполнитель окажется в их числе и получит наибольшее количество голосов телезрителей.